Северный город в студии Анастасия Матвеева. Здравствуйте! Сегодня выпуски. В поселке Железнодорожный с особой жестокостью убиты трое щенков. Утром 14 октября из-за гололеда городские дороги стали опасны для движения. В научно-образовательном комплексе прошел семинар, посвященный программе «Зеленый флаг». Жестокое обращение с животными приобрело в нашей стране колоссальный размах. Бездомные, а зачастую и домашние питомцы подвергаются насилию и издевательствам. Убийства бродячих собак или замуровывание кошек в подвале не воспринимаются как преступление. Но самое главное, эта тема не имеет юридической базы. Жестокость людей по отношению к животным не имеет возрастных границ. Нередко четвероногих истязают даже дети. Один такой случай был зафиксирован в конце сентября. Проводилось расследование, об итогах которого в сюжете Алены Феоктистовой. Две недели назад в редакцию программы поступил звонок от Светланы Бульбук, директора приюта для бездомных животных Хатика. Светлана Агатовна рассказала нам историю убийства беззащитных собак в поселке Железнодорожный. За районной поликлиникой в заброшенном доме сжили шесть щенков. Местные ребятишки каждый день после школы приходили их покормить. 29 сентября одна из девочек, как обычно, отправилась навести бездомных животных. Ребенок увидел страшную картину. Трех зверски убитых щенков. Повсюду были пятна крови. Один щенок лежал на земле у забора, второй висел на гвоздях, третьего скинули в яму туалета. Еще трое в предсмертном состоянии с переломами позвоночника и лап лежали на холодной земле и поскуливали. Девочка в слезах побежала за помощью. Позвонили дети, сказали, что в районе Железнодорожного, за поликлиникой районной, три щенка нашли, они больных. Дети плачут, ничего понять не могу. Значит, перервала связь по новой, перезвонила уже сама ребятишкам, говорят, что кого-то там убили, ничего понять нельзя было, что кто-то в туалете валяется мертвый, кто-то еще где-то. Я позвонила, значит, Бекназаровой Людмиле Юрьевне, которая непосредственно проживает в Железнодорожном, попросила съездить посмотреть. Ну и в итоге узнали, что и поиздевались над животными. Значит, забивали их палками, арматурами, значит, кидали на гвозди, на доски с гвоздями. Одного щенка выкинули в туалет убитого мертвого, двое щенков осталось там. Этих трех щенков вчера увезли в ветеринарку, в ветеринарную службу, оказали первую медицинскую помощь. Сегодня вот с утра опять возили. То есть вопрос еще о их жизни, ну, то есть неизвестно, последствия какие, выживут ли они, находятся в шоковом состоянии от болевой синдрома. Наша съемочная группа отправилась на место происшествия, где очевидцы продолжили рассказ о случившемся. Людмила и Наталья показали место убийства беспомощных щенят. Светлана Агатовна мне позвонила на телефон, потому что мы работаем с Хатико. Я как депутат железнодорожного муниципального образования занимаюсь, помогаю пристраивать бездомных собак. Она мне позвонила на телефон и сказала, Людмила Юрьевна, дети позвонили микрорайон СМП, что в районе больницы нашли щенков. Трое мертвых, трое еще живых, но то ли их отравили, то ли их убили, непонятно. Я позвонила Наталье, говорю, Наташа, так, у меня машины нет, нужно вывезти щенков. Ну и вот мы с ней подъехали на это место и увидели такую нечеловеческую жестокость, которая была по отношению к этим маленьким щенкам. Не ожидали увидеть даже такую картину. Да. Думали, что они живые. Дети держали щенков, тех, которые еще были живы на руках, мы их сразу на руки взяли, и показали, рассказали о том, что вот есть такие ребята, которые здесь с этими щенками общались, и якобы они, скорее всего, это они сделали. Обнаружив трупики вот этих животных, мы взяли маленьких, которые еще дышали, мы их повезли в Айболит, в ветеринарную больницу. Врач, который увидел вот это все, что с ними произошло, она была в шоке. Она была шокирована от увиденного, и говорит, я за свою практику еще такой жестокости не видела. Дело в том, что самое страшное, что причастны к этому дети. Я думаю, что взрослый не сможет этого сделать. Мне кажется, за свою жизнь я такой жестокости по отношению к животным никогда не видела. Предположительно, это сделали местные мальчишки, которые неоднократно были замечены в жестоком обращении с животными. Местные ребятишки рассказали о том, что видели ранее. 13 щенков. Прямо щеночка. Да, и потом собака начала кидаться на Лене. Леня взял с гвоздем палкой и убил ее. А щенок просто, у него шея была сломана, позвоночник, и он постоянно вот так делал. У него язык был, как будто его топили. Да, он вот так. И куда дели этого щенка в итоге? Он умер сам. На следующий день. Мы не знали еще хатика дальше. Мы его похоронили. Нельзя молчать. Я сказала, мама, почему не обратиться к полиции, он говорит, будто они что-то будут делать. Что только не вытворяют с животными маленькие палачи. Закрывают их в горячей духовке, в микроволновой печи, забивают камнями и палками. Но это ребячество, детские шалости. Так относятся к подобным зверствам многие взрослые и не придают особого значения. И они не правы. Утверждать, что беззащитных животных убили именно эти дети, никто не вправе. Для того, чтобы данные деяния не остались безнаказанными, все-таки было написано заявление в полицию для дальнейшего расследования. Дело в том, что сказали о том, что это, если не ваша собака, мы не имеем права принять заявление. Но все-таки приняли заявление. Заявление на сегодняшний день уже в милиции. То есть дело будет передаваться, обязательно вестись. В школе будет собрание между этими детьми, расследование, то есть на котором мы хотим также присутствовать, потому что такое безнаказанным быть не может. И чтобы все знали, кто это сделал, хочется, чтобы донесли до школы, чтобы в школе знали, кто учится вместе с нашими детьми. То есть вот так вот. Мы по делам несовершеннолетних, они тоже подключились, потому что мы сразу, увидев эту картину, и по словам детей, мы поняли, что причастны дети. И Наталья сразу, пока я была здесь с детишками и с собачками, Наташа сразу поехала в милицию и разговаривала с Мариной Рудольфовной, с инспектором по делам несовершеннолетних. И она подключилась, потом она сюда подъехала. Детей собралось очень много, и дети остались неравнодушными к этому. Но мое мнение такое, что дети боятся рассказывать правду, потому что, может быть, они были свидетелями того, что происходило, но не делали этого сами. Несмотря на открытую жестокость, в большинстве случаев акты насилия, издевательства над животными, со стороны детей и подростков остаются без должного внимания взрослых. Тем не менее, как считают специалисты в области медицины и психиатрии, к ним нужно проявлять особое внимание. За этим могут скрываться серьезные нарушения психики. Откуда же подобная жестокость у несовершеннолетних? За комментарием мы обратились к Наталье Саватеевой, семейному психологу. Агрессия – это форма проявления, это форма поведения, нацеленного на причинение вреда человеку, либо какому-либо другому живому существу. Агрессивность же, как свойство личности, проявляется и процветает в условиях безнаказанности. В детском возрасте на формирование такого поведения и проявление жестокого, агрессивного поведения самое большое влияние оказывает семейное воспитание ребенка в взаимоотношении родителей с ребенком. Есть несколько причин формирования агрессивности и жестокого поведения у детей. Первая – это когда родители проявляют физическую, либо вербальную агрессию по отношению к ребенку. Вторая причина – это когда родители не обращают внимания на проявление такого поведения со стороны ребенка. И ребенком это осознается как вседозвольность и безнаказанность. И третья причина – это если ребенок лишен возможности проявлять себя в своих достижениях, одобряемых обществом. И тогда он проявляет себя за счет уменьшения окружающих. То есть более слабых сверстников, младших детей и беззащитных животных. В данном случае мы видим, что ребенок убивается своей властью, своим физическим превосходством и безнаказанностью. При этом они еще получают от этого удовольствие. Что необходимо? Во-первых, необходимо не оставаться равнодушным в данной ситуации. Что мы видим? То есть было несколько случаев со стороны этих двух подростков проявления жестокости. Нет никакой реакции со стороны родителей, нет никакой реакции со стороны окружающих педагогов и так далее. Поэтому до преступления один шаг. Сегодня у нас беззащитные животные, завтра это может быть чей-то ребенок, не дай бог еще кто-то. Поэтому что здесь? Здесь нужно ставить конкретно вопрос о способности родителей опекунов исполнять свои обязанности. Потому что сейчас будут нести ответственность уголовную они, примерно через несколько лет, это будут уже малолетние, несовершеннолетние преступники, которые уголовную ответственность будут нести сами за себя. Вот. То есть не оставлять безнаказанными вот такие случаи проявления жестокости. По словам Натальи, ситуация должна быть взята под контроль. Необходимо воздействие социальных педагогов и психологов. Подобное поведение ребенка может быть вызвано тяжелой ситуацией в семье, эмоциональным напряжением, в котором подросток постоянно находится. Оно может выражаться в виде ярости по отношению к более слабым, в данном случае животным. Именно поэтому нужна системная работа с семьей. Только тогда удастся предотвратить подобные случаи и оказать помощь. А пока остается надеяться, что виноватые в убийстве щенков будут найдены и наказаны. Марина Кочевова, инспектор по делам несовершеннолетних поселка Железнодорожный, пояснила, какое наказание ждет садистов. Если лица, не достигшие возраста при увлечении к уголовной ответственности, конечно, будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по недостижению возраста. Родители будут привлечены к административной ответственности. Материалы будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних. Если будет установлено, что лица, совершившие данные противоправные деяния, уже достигли возраста при увлечении к уголовной ответственности, значит, будет решаться уже вопрос о передаче материала дальше. по подследственности. Также в школах будут проводиться профилактические и воспитательные беседы с детьми и их родителями. Ребенку обязательно нужно объяснять, что жестокое обращение с животными является признаком наличия в его жизни серьезной проблемы, которую необходимо решить. Нужно научить его милосердию к тем, кто слабее. Любое существо имеет право на жизнь, и ребенок должен это понимать. Поэтому так важен родительский пример. На сегодняшний день лица, совершившие данные деяния, не установлены. Расследование продолжается. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». В рамках акции по возмездному изъятию незарегистрированного оружия в межмуниципальный отдел МВД Устилимский уже сдано 18 ружей и почти 100 патронов к ним. Весь арсенал признан годным к стрельбению, имеет отношение к совершенным преступлениям и попал в категорию оплачиваемых. Каждый гражданин, добровольно сдавший хранившееся у него незаконное оружие, получит вознаграждение и избежит уголовной ответственности. Выплаты будут перечислены региональными властями на личные счета горожан. Всего с начала года за административные правонарушения у граждан временно до устранения нарушений и уплаты штрафов изымалось 226 ружей. К административной ответственности по линии лицензионно-разрешительной деятельности привлечены 127 законных владельцев. Из незаконного оборота изъято 21 ружье и направлено в областной центр для уничтожения, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД Устилимский. Ночь на 14 октября принесла с собой снег, следствием которого стал гололед. Котовы ли дорожные службы города к резкой перемене погоды и переобулись ли автолюбители, узнавала Дарья Мозгалева. По холоданию и гололед снизили скорость потока машин и утром движение было затруднено. Как на это отреагировали дорожные службы, нам рассказал начальник дорожно-транспортного отдела департамента жилищной политики и городского хозяйства Владимир Черныш. По левому берегу у нас будет работать общество с ограниченной ответственностью дорожник, а правобережная часть города будет обслуживать тоже общество с ограниченной ответственностью, завод строематериалов. Ну помимо этого еще будет задействована наша муниципальная техника, вот АКАМАЗ КДМ, ну в части посыпки. Сейчас просто посыпальная машина работает не на полную мощность, чтобы не засыпать сейчас город в такой период. Стараются посыпать самые проблемные участки – перекрестки, пешеходные переходы, подъемы, спуски, где входит общественный транспорт. Ситуация не критическая. Как сообщил Владимир Иванович, в начале октября подрядные организации, задействованные в механизированной уборке в зимний период, предоставили данные о готовности к началу очистки. С 1 октября запас противогололедного материала был готов в объеме 20% от необходимого до конца года. По прогнозам, холодов не ожидается, но в ранние часы возможны заморозки. Наша съемочная группа узнала, как на гололед отреагировали автолюбители. Как дороги сегодня вам? Да нормально, главное никуда не торопиться, спокойно ездить, соблюдать дистанцию, и все будет хорошо. Внимательность. Дороги немного подсыпаны. Ну, у нас всегда дороги 100% не было хорошей качества, поэтому все как обычно, никуда не торопимся. Гололед – это самое опасное для водителя. И тем более, если пассажиры тоже боятся. Потому что или сзади тебя догонят, или юзом занесет. И самое главное, чтобы вовремя переобуть колеса на зимний. Довольно-таки скользкая дорога сегодня с утра. Не ожидал, проснулся, снег лежит. Хорошо, что узко вовремя переобуться. Советую вам, переобувайтесь. Реально скользко. Были аварии уже сегодня с утра. У меня друзья сегодня улетали. Не экономьте на этом. Это ваше здоровье, ваши машины. О себе не думайте, о других подумайте. При возникновении чрезвычайных ситуаций можно звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 9-81-68 с целью предупреждения аварийности на дорогах, уборки или наоборот подсыпки противогололедного материала. Дарья Мозгалева, Александр Килин. Информационная программа «Северный город». Далее мы прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами. Вы смотрите информационную программу «Северный город». Мы продолжаем. Как рассказал «Байкал.Инфо», в начале октября 2014 года депутат законодательного собрания Иркутской области Анатолий Дубас при его поддержке и работе администрации Устилимска в 2015 году в Устилимске должен появиться новый аэровокзал, рассчитанный на 100 человек. Средства будем просить у предпринимателей. Город не имеет возможности финансировать эти работы из бюджета, говорит депутат. По словам Анатолия Дубаса, новый аэровокзал будет возведен на месте старого, еще советского, от которого остался только фундамент. Пока Устилимский аэропорт – это два контейнера, похожие на домики лесника, в одном из которых располагается диспетчерская и техническая службы. Во втором находится так называемый зал ожидания. Новое здание будет деревянным, но современным. Проект бесплатно согласилась сделать компания «Братск Энергопроект». Напомним, после долгого перерыва авиасообщение между Иркутском и Устилимском было возобновлено летом 2013 года. В Иркутской области открылась горячая линия по вопросам заселения и последующего проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в жилые помещения, предоставляемые областным министерством имущественных отношений. Позвонив по телефону 8 395 2 29 05 38, сироты при ангаре могут узнать номер своей очереди или проконсультироваться со специалистами министерства по интересующим вопросам. Также по указанному телефону уже заселенные дети-сироты могут обратиться с вопросами, пожеланиями или жалобами, возникающими в процессе проживания в предоставленных жилых помещениях. 13 октября в научно-образовательном комплексе прошел семинар, посвященный программе по изучению леса «Зеленый флаг». Подробности в сюжете. В Устилимске уже 13 лет существует детское объединение школьного лесничества «Лесовик», которое базируется в научно-образовательном комплексе. Ребята с энтузиазмом работают на благо природы, восстанавливая зеленые массивы. За эти годы детское объединение вырастило более 200 гектаров леса. В состав школьного лесничества входит 70 учеников. Лицеисты постоянно участвуют в различных конкурсах, активно занимаются противопожарной пропагандой охраны и защиты леса. Одно из направлений их деятельности – эколого-туристическая. Дети выезжают в разные регионы страны для изучения природы, обмениваются опытом с близкими по духу ребятами. На днях юные лесничи приняли участие в большом мероприятии международного уровня. В гости к ним приехали координатор международной программы «Эко-школа» Бёрн Хельги из Норвегии и координатор российской программы Надежда Морозова из Санкт-Петербурга. Мы в течение шести лет участвуем в программе международная «Эко-школа-зелёный флаг». И вот сегодня они приехали нам представлять и вручать этот шестой флаг, который мы уже заслужили в течение этих лет. Он даётся на один год. Если мы один год не выполняем деятельности, то мы уже не экологически. Этот флаг является очень высоким экологическим символом по международному значению. Помимо торжественного вручения зелёного флага прошла небольшая конференция, на которой ребята рассказали о проделанной за год работе. Также лицеисты активно задавали интересующие их вопросы норвежскому гостю. Восстановление, которым занимаются дети, оказывается, вот те цифры, что мы передаём, те объёмы, которые мы выполняем, они у нас оказываются на международном уровне, но лучше всех на фоне других школ, других регионов, даже будем говорить, и государств вместе взятых. О том, сколько участников в этой программе, это где-то 46 стран участвуют и 96 регионов. Ну, 4 с лишним миллиона участников в этой программе. Анна Ефремова, Александр Килин, информационная программа «Северный город». На этой минуте у нас всё. Я, Анастасия Матвеева и мои коллеги прощаемся с вами. Всего доброго, до скорой встречи.